Я всех рад приветствовать на моем канале, с вами SpaceV, и в этом видео мы создадим искусственную гравитацию в СФС. Если вы внимательно следите за моим каналом, то вы наверняка знаете, что я уже раньше пробовал создать искусственную гравитацию, и у меня ничего не получилось. Тем не менее, сегодняшний эксперимент оказался полностью успешным. Давайте разберемся, на чем будет базироваться данная система. Вы знаете, что в СФС есть стыковочные порты, которые притягивают к себе другие стыковочные порты. И чем больше стыковочный порт, тем больше поле притяжения. То есть, создав большой стыковочный порт, мы сможем на больших расстояниях притягивать более маленькие стыковочные порты. Вот так выглядит моя станция с искусственной гравитацией. Теперь давайте рассмотрим ее изнутри. В середине есть ядро, состоящее из четырех больших стыковочных портов. А демонстрировать работу всей искусственной гравитации я буду на вот этом вот мини-аппарате. Он состоит из зонда, шести РСУ, двух магнитов и одного топливного бака. Теперь вы можете наглядно посмотреть, как работает искусственная гравитация в космосе. Смотрите, искусственная гравитация работает даже по диагонали. Хотя изначально я предполагал, что это работать не будет. И как бы мы далеко не отлетали в пределах базы, нас все равно притянет к ядру. Потихонечку, но притянет. Чем меньше весит объект, который нужно притянуть, тем быстрее его притягивает. К этому я дошел через эксперименты. Как вы видите, все на самом деле работает очень просто. И РСУ я выключаю специально, чтобы вы видели, что это не я маневрирую, а что это именно ядро меня притягивает. Тем не менее, если все равно вы мне не верите и хотите сказать, что это монтаж, пересмотрите стрим, где я строил эту базу, там все так же самое прекрасно работает и монтажа на стриме, конечно же, нет. Всем большое спасибо за просмотр, друзья. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, кто еще не поставил. Всем удачи и всем пока.